Новогодняя Она очень красиво смотрит Хочешь померить? Нет Она же под горло Вот так оно сердце летает. Гляньте, какая красивая эта рубашечка. Видите, где сидеваете маячку, ажурненькую. Ажурненькую маечку и... Стричка говорит, что у них будет в таком плате очень красиво. Это надо мерять. Аквазин называется? H&M. А, H&M, господи, я постоянно забываю, как это называется. Ой, всё тоже эко-кофточках. Какой у меня ещё комбинезон? Бачите? Такие горненькие. Что низкие внизу? Я думала, что это платье. Косточка говорит, нет, это комбинезон. Ага. Гляньте, как красиво. Ребята. Ага. Всего лишь 300 гривен. Представляете? Дышок. Состочка себе делится рубашку. Убийство. Сейчас, наверное, рубашку вырабатывает. Убийство она идет. Убийство. Что, для девочек молодых. Такая красивая булочка. Черная. Убийство. Убийство. Ну, черные штаны. Угу. Офисный вариант, пожалуйста. Да. Вечернее платье. Вот это красиво будет. Ага, я ее доставала, довелась тоже. О, гляньте, как платье. Тоже красиво в поездках. И вы знаете, что у нас сестры заметили? Что тут очень хорошо на пути поездки. Прям одна беляодная. Это у кого есть мужья, парни на соблазну. Платье на соблазну. А также в этом магазине есть пижамы. Гляньте, какие красивые. Вы не знаете, у меня только одна проблема. Я купила пижаму, я не купила, что они будут все время короткие. Потому что я очень высокая. Ну, я очень. Метер 78 у меня нарост. Это, типа, кигуруми. Ну, а дальше пошло нижнее белье. Я такой пижаму скидывалась в инстаграме. И тапочки. Я себе такие тапочки наподобие таких купила в Венгрии. Очень классные тапочки. Качество просто обалденное. Уже больше полугода ношу. У вас подавится джинсы для беременных. Для мамочек будущих. Есть разная расцветка. А это самый товар для воинных. Видите. Так что мамочки приходят в магазин. Что ты говоришь? А это же купальники пришли. Такого классического качества. Кто с избыточным весом. И здесь знаете показательные животы. Вот, паечку наделаем. И все. 600 гривен. Купальник. Купальник. Это для небольшого. Сестра Кажа купальник новогодний. В пайетках. Красивый чувак. Красивый. Красивый. Вот, припомнили, расцветка. Стрелка здесь что-то. Так, ну что, пошли примерочную. Ну, это смело, смело. Ну, это детская. Давай, очки. Размер маленький. Ну, а это уже, конечно, взрослая, мне кажется. Прям с такими цветами. Попробуй, качество. Два классные. Так это только одни плавки, без этого. Ну да. 200 гривен. И чашки кофе. Вот, а вот это. Вверх. Вверх. Очень прикольно, кстати. А ну, все, хватит снимать, сейчас я посмотрю. Вот так вот, ребята. У нас не за горами, скоро Новый год. Ну, сестра у меня собралась резко на море. А ну, повернись. Амор. Маловато. Амор. Маловато? Маловато. Дайте мне зеркало. Тут немало, наверное, зеркало. Может, у меня их двое или трое, а что это в пляжных сумах. А ну, бреки. Девушка, у нас солнца не хватает. И елка рядом. Ты как грибочек. Ага. А ну, повернись домой. Маловато. Сейчас эти шапки потеряю. Если надо померять, то мне руки. Сверху накинь. У вас это заказывали. Ой, а тебе, кстати, мне, допрочем, иди. Та нет, это надо отстегнуть. О. У вас это заказывает. Пошли же мерить вещи. Пошли. Моя сестричка зашла еще и в Коллинз. Покажи, я пока тебе приглянулась курточка. Она же ей померила. Красивенько. Угу. Давай, по куртку мою поставлюсь. Все, идем с магазина. Сестра покажет свои покупки. Это сестры покупки. А это мои покупки. Ха-ха. Так, ну что, я дома. Хочу вам показать, что я приобрела из вещей. Вот такую я кофточку себе купила. Ну, я купила цяпи, шла мне в подарок. Я, получается, сейчас в магазине акция. Четыре вещи покупаешь, две вещи идущь в подарок. Вот такая, гляньте. В паеточках. Такая. Новогоднее настроение. Я за стрички говорю. Кофта называется новогоднее настроение. Такая симпатична. Так, взяла себе таке пальто. Без рукавочка. Навист, ну, бачите. Вот. Его можно так красиво обыграть. Можно якийсь свитерочек одеть. Но сверху на свитер идти. Это пальто. Будет красиво сочетаться. Красиво. И очень надо выглядеть, конечно. Надо было бы, конечно, все это померять и на себе показать. Но я вам так покажу. Просто надо переодеваться. Не хочется. Вот и такая блузочка интересная. Ей тоже можно обыграть. Я дивлюсь и думаю, да, на вешалке он совсем не смотрится, конечно. На мене было очень красиво. Хотя бы узко, что я вам так что показывала про це. И купила вот такой вот жилет. Тоже. Можно... У меня есть белая рубашка. Можно белую рубашку под цей жилет. Вот. Можно и под темные джинсы, и под светлые джинсы одевать. Будет красиво. Да, на вешалке, конечно, оно совсем по-другому. Ну, як уже один из колись, то покажусь вам уже, как оно на мене смотрится. И купила ось такой себе комбез. Хотя на ценнику написано суп не жіночий, но это не суп не жіночий, а це комбез. Потому что внизу идут штанишки. Такий комбинезончик. С такими валанами. Цена вообще, ребята, цена просто смех. Сейчас вы будете в шоке. Гляньте, стоило 799, сейчас я купила его за 299 гривен. Вот так вот. Цена просто смешна. Как моя сестра сказала, 2 чашки кофе. Четыре, по-моему. Ну, смотря, где кофе пить, конечно. Если в ресторане, то можно за 300 гривену чашку выпить. Вот такий комбезик. И купила ось собі таке пальто. Уже мы выходили из магазина. Сестра побачила на манекене. Говорит, типа, смотри, какое пальто навесное. Ну, в общем, мы подавились, подавились. Я померила. И купила на пуговичках. Пальто оверсайз. Вот такая цена. Ой, тысячи с чем таком. Ну да. 1899. Вот так вот. Гляньте. Пальто оверсайз. Решила вам пальто хоть померять. Показать. Оверсайз. Такая пальтишка. Вот такие у нас сегодня, ребята, обновки. Ой, что меня ждал больше всего с города. Ой, все, наше маленькое чудо. Каже, мама, Боже, я тебе выглядала. И вікна выглядала. И біля дверей тебе, каже, ждала. Уже так ждала. А Ира як уехала. А в скока я уехала? В 11. И приехала. Уже, наверное, в часов 8. Да? 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 Ты мене ждала? Ти мое чудо. Так, а ще, ребят, мы купила вот такой вот красивенный ковер в прохожу. Красивенький, светленький. Вот решила вам тоже показать. Гляньте, как красота. Вот такой интересный. Ну, кто же выбирав? Я выбирала. Вот такой. Да, Люсь? Вот такая красота. Тобавра нас прохожа буде светлее. Да? Светлее буде. Люсь. Такий мягенький. Такий мягенький-мягенький. Класс. Приятный такой. Вот такие покупки у нас сегодня были. Шопинг. Шопинг удался. Так, ну что, если показывать покупки, то показывать уже до конца, правильно? Ну, не прямо до самого конца, не прямо. Все, все. Ну, хочу еще кое-что вам показать. У меня был такой дозатор для мила. Только он был серебряного цвета. Это такой с розовинкой, а то ли с золотой. Вот. Был у меня такой дозатор для мила. Ну, и когда мама мила Ляли ножки, или лапки, вернее. Вот. Ляли случайно зацепила и разбила его. И я была в эпицентре. Мы после того, как мы купили вещи, мы поехали еще в эпицентр. И купила такой набор. Мильничку. Купила такую. Вот. Все в одном цвете. Думаю, пора уже старье выбрасывать и покупать что-то новенькое. Надо обновляться. Хоть раз в три года. Или, как у меня сестра каже, раз в пятилетку. Вот. Купила такий стакан для зубных щеток. Вот. И для зубной пасти. Ну, и дозаторжешь. Все в одном таком цвете. Вот. Так что. Такий наборчик, что приобрела. Ну, и я на этом уже не остановилась. Дивіться дальше. И, в общем, я походила-походила. И думаю, так. Я хотела собі новый заварничек. Потому что мой старый заварничек уже свое отслужив. И у меня был маленький, такий невеличкий. А это я взяла уже побольше. На 800 миллилитров. А у меня был, я не знаю, здесь, наверное, на 400, может, здесь так. Вот. И купила еще такой заварник French Press. И все. Таку красоту купила. Тоже интересный такой. Вот. Ну, думаю, хорошо. Заварник я купила. Ну, ты, Ира, еще давно хотела стакани собі для кофе, для латте. Хотела собі давно стакани з двойным дном. И пішла Ира дивиться, значит, стакани. И что вы думаете? Та-да-дам. Ира купила вот такие вот стакани. Сейчас покажу. Вот такие вот стаканчики з двойным дном. Подлата, чи подлата тех, кто как каже, чи как правильно, не знаю. Вот. Давно уже собі хотела. И думаю, так, перед Новым годом нужно свои хотелки осуществлять. То, что хочешь, надо хоть перед Новым годом собі, чтобы оно исполнялось. Это такие были маленькие поважения. Мои. Вот. Вот такой набор. В наборе ишло две штучки. Вот так вот. Вони насколько легкие. И мама каже, ой, я же привезла, начала ей показывать. Я не говорю, ой, а что это за эти самые, а где же ручки? А вони будуть, говорю, мам, тут двойное стекло, чи двойное дно. Вот. И когда кофе наливается, говорю, стакан не горячий. Стакан будет холодный. Вот такая вот красота. Так. Ну и уходя с эпицентра, уходя с стенда с новогодними игрушками, я не могла себе не купить ёлочную игрушку с изображением символа следующего Нового года. Такого зайчика, чекролика я купила. Игрушка стеклянная, игрушка стоит 119, по-моему, гривен. Вот. Думаю, ну як? Ну як оцю красоту, гляньте, заснеженную вот такую красоту не купить. Ну и в общем, я взяла ещё вот такая. Думаю, ёлку я буду всё равно украшать. Всё равно я буду ставить ёлку. Всё равно надо себе поднимать настроение. Даже ёлочкой. Вот так вот. Всё. На этом я взор закончился. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. До встречи. Это уже будет так, постскриптумом. Вы знаете, я только что сидела, кушала и думаю, так, надо свои хотелки. Вот то, что ты хотела, Ира, допустим, ты хотела там новый заварник, новицы эти чашечки такие с двойным дном, честаканчики. Вот нужно свои хотелки, то, что ты хотела в этом году, нужно их осуществлять в этом году. Потому что в следующем году уже будут новые хотелки. Вот. Вот. Я думаю, что это правда, что это у всех так и есть. Вот. Поэтому нужно, не надо переносить свои хотелки старого года в новый. Нужно, ну, это, конечно, такое есть возможность. Нужно свои хотелки осуществлять, вот, в старом году. Поэтому, ребята, всё, что вы хотите, если у вас есть возможность, покупайте в этом году. Потому что в новом году будут новые хотелки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...